Всем привет, меня зовут Вика, и весна идет полным ходом, и для тех ребят, которые сейчас в 9 или в 11 классе, остался всего лишь месяц до первого экзамена. Я очень хочу вас поддержать, я уверена на 100%, что вы сдадите эти экзамены, что вы сдадите их хорошо, поэтому в этом видео я подобрала для вас 5 крутых советов, которые вам помогут сдать ЗНО, ДПА, ГИА, ЕГЭ. По сути, это одни и те же экзамены, просто на разных языках они звучат совершенно по-разному. Своё ДПА я сдавала в прошлом году, а ЗНО у меня ещё в следующем, но я отлично помню, как я в прошлом году сдавала экзамен, поэтому мне есть что сказать, есть чем помочь. И перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить больше ни одного крутого видео, также поставь палец вверх под этим видео, ведь оно тебе понравится, и давайте начинать. И да, если вы хотите, чтобы я поподробнее рассказала про сам процесс ДПА, если не ошибаюсь, это то же самое, что ГИА в России, но это не точно, то обязательно пишите это в комментариях и ставьте палец вверх, чтобы я поняла, что это видео вам понравилось и вы хотите продолжения. Самые, наверное, банальные советы, которые звучат, наверное, во всех видео подобного типа, это если вы хотите запомнить какую-то информацию, пусть это будут даты, формулы или ещё что-нибудь подобное, клейте их везде, где только можно. У себя в спальне, в ванной, на кухне, в холодильнике, где вы чаще ходите, где вы бываете, клейте везде эти формулы, это будет хорошая визуализация, и вы гораздо быстрее запомните эту информацию. Если, готовясь к экзаменам, вы решили прорешать варианты, которые будут на ДПА, допустим, как было в моём случае, то обязательно прорешайте первый вариант и последний, и парочку в середине, потому что я в прошлом году подготовила офигенные шпаргалки, прорешала 54 варианта из 80. И знаете, какой мне попался? 80, правильно. Поэтому всегда прорешивайте первый и последний. И третий мой совет – шпором быть. Я считаю, что шпаргалки писать можно и нужно, готовить к экзамену контрольно, неважно, пока вы будете прописывать эту шпаргалку, вы уже некоторый материал усвоите, ну а если ещё и повезёт, то в случае забывчивости, испуганности, вы ещё и подсмотрите и повысите себе эти баллы. Мой личный для вас совет из прошлого года по опыту – даже не думайте, не рыпайтесь доставать шпоры в первый час экзамена. Первый час прописывайте задания, думайте о бабочках, о единорогах, неважно, что вы будете делать, но даже не рыпайтесь за шпорами. Так как у нас экзамены, кажется, мы писали 2-3 часа, я точно не помню, и первый час, а то и полтора за нами следили строго, чтобы никто не доставал шпаргалки, ничего никто не рыпался, не делал. И только потом, спустя это время, можно было потихоньку аккуратно достать эту шпору, написать, писать, если что. Поэтому даже не рыпайтесь, даже не думайте лезть за шпаргалкой в первый час экзамена. И последний на сегодня совет – это валерьянка наше все. Если бы мои любимые одноклассники не накачали меня валерьянкой перед экзаменом по математике, то я бы вряд ли бы сдала этот экзамен, так как я очень переживала, меня все трясло, и буквально 1-2-3 максимум таблетки валерьянки, и вы будете спокойно писать экзамен, не переживая. Серьезно, это очень важный момент. Я настоятельно рекомендую вам именно воспользоваться валерьянкой или чем-то подобным, не суть, чтобы просто успокоить свои нервы. Ну а на этом было все, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, в каком ты сейчас классе, и сдавал ли ты, или сдавала какие-то уже экзамены, или тебе только они предстоят, мне очень интересно. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро, сияйте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok